Среда, 30 октября. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко. В студии Юлия Войнар. Здравствуйте. Этой ночью российская армия вновь ударила дронами по Киеву. Ранены по меньшей мере 9 человек. Среди них 11-летний ребенок. Майор Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом. Начался пожар, который тушили час. За последние сутки обстрелы были и в Херсонской области. Местные власти сообщили о двух погибших и восьми раненых. Повреждены жилые дома и контактная сеть троллейбусного парка, из-за чего транспорт не вышел на маршруты. А в Кривом Роге в больнице скончался человек, который пострадал из-за российской атаки 28 октября. Он стал второй жертвой того обстрела. Северокорейские военные уже в 50 километрах от границы с Украиной. Их разместили в Курской области, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники в украинской разведке. Утверждается, что солдаты КНДР предоставляют элитный штурмовой корпус северокорейской армии. В разведке, однако, не уверены в боеспособности этих солдат. Там их называют неопытными пехотинцами. Тем временем президент США Джо Байден призвал Украину бить по северокорейским силам, если те пересекут границу и зайдут на украинские территории. По последней оценке Вашингтона, Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч военных. Источники CNN, в свою очередь, предполагают, что часть военных КНДР уже может быть в Украине. Россия и Украина, похоже, обсуждают приостановку ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Переговоры проходят при посредничестве Катара. Источники здания называют переговоры очень ранними. В августе западные СМИ сообщали, что подобные переговоры уже шли, но Россия прекратила их после украинского вторжения в Курскую область. Этой осенью президент Украины отметил, что такая договоренность могла бы свидетельствовать о готовности России завершить активные боевые действия. Грузинская оппозиция сегодня впервые выступила с конкретными обвинениями правящей партии фальсификации результатов парламентских выборов. Главная претензия – все бюллетени были напечатаны на очень тонкой бумаге, что позволяло видеть, какой выбор сделал избиратель. Это давало возможность контроля и шантажа со стороны представителей грузинской мечты, заявили представители оппозиционного блока. Коалиция «Единство национальное движение» потребовала от Центра избиркома представить оригинал избирательного бюллетеня для экспертизы. Кроме того, на многих участках не применяли систему маркировки, то есть нанесения на руку избирателя специальной жидкости, чтобы исключить возможность повторного голосования. Вероятно, с этим связана аномально высокая явка, зарегистрированная в труднодоступных горных районах. Проведение расследования возможных фальсификаций оппозиция попросила помощи у Еврокомиссии. В Грузии недостаточно экспертов, которых можно привлечь к этому процессу. Центральная избирательная комиссия Грузии, в свою очередь, обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать заявления о фальсификации, сделанные президентом Соломе Зурабишвили и оппозиции. Откровенно говоря, пока мы еще абсолютно ничего не знаем, что произошло. И правительство, и ЦИК вообще ничего не делают для того, чтобы доказать, что все было хорошо и правильно. Будет трудно ходить в парламент и работать вместе с людьми, которым, по нашему утверждению, украли у нас свободные выборы. Новые подробности дела Игоря Рогова, российского оппозиционера, которого арестовали польские власти. Его арест связан с загадочной посылкой, полученной от украинских волонтеров. В ней, вероятно, были взрывчатые вещества. Это выяснили мои коллеги с сайта вот так. Рогов получил посылку во время визита в Чехию этим летом. Близкие россиянина утверждают, что он не знал, что в ней находится. По одной из версий, Рогов должен был передать посылку польским волонтерам для последующей транспортировки в третью страну. По другой версии, посылка не должна была покинуть Польшу. Прокуратура Польши, к которой обратилась редакция вот так, не дала информации о возможном наличии взрывчатых веществ. Там сослались на тайну следствия. Какие детали дела Рогова стали известны моим коллегам и в чем именно могут обвинять российского оппозиционера, польские правоохранители, можно прочитать на сайте вот.дфистак.тв. Через пять дней мир узнает, кто возглавит Белый дом. На следующие четыре года в Вашингтоне прошел важный для Камалы Харрис митинг. Мой коллега Игорь Кулей побывал в парке Эллипс на встрече вице-президента США со своими сторонниками. Сегодня в Вашингтоне вице-президент США Камала Харрис проводит предвыборный митинг на Эллипсе перед Белым домом. В знаковом месте, поскольку именно отсюда, 6 января 2021 года, Дональд Трамп обратился к своим сторонникам перед их маршем к Капитолию. Мы знаем, кто такой Дональд Трамп. Это человек, который почти четыре года назад стоял на этом самом месте и послал вооруженную толпу в Капитолии Соединенных Штатов, чтобы отменить волю народа на свободных и честных выборах. Выборы, которые, как он знал, он проиграл. В результате этого нападения погибли американцы. 140 сотрудников правоохранительных органов были ранены в результате этого нападения. А Дональд Трамп сидел в Белом доме и смотрел по телевизору, как разворачивается насилие. Его сотрудники сообщили ему, что толпа хочет убить его собственного вице-президента. И Дональд Трамп ответил двумя словами. И что? Такое место. Дональд Трампа по данным опросов на национальном уровне. Однако ситуация сложнее в ключевых штатах, где разрыв минимальный и перевес может быстро измениться. Например, в Висконсине и Пенсильвании Трамп ведет с небольшим преимуществом в 1-2%. Хотя до голосования осталось всего 5 дней, эксперты предупреждают, что из-за высокого числа почтовых бюллетеней Итоги могут быть объявлены через несколько дней после 5 ноября. Специально для программы «Вот так» Игорь Кулей из Вашингтона, США Дональд Трамп в то же время выступал в штате Пенсильвания. Традиционно он выступил с критикой своей оппонентки и пообещал избирателям новый золотой век Америки. «Я прошу вас снова радоваться будущему. Вы должны радоваться будущему. Они забрали у вас это волнение. Они опозорили нас. Камала опозорила нас. У нее нет того, что нужно. Вы будете мечтать по-крупному, и это будет особенное время. Это будет новый золотой век Америки. Мы сделаем это время золотым. Это кажется невозможным, не так ли? Разве это не кажется невозможным с этими глупыми людьми, с которыми нам пришлось мириться в течение последних четырех лет? Сильнейшие дожди вызвали наводнения в восточных и южных районах Испании. Местные власти сообщают о погибших, их количество не уточняется. По меньшей мере, семь человек считаются пропавшими без вести. Особенно пострадала Валентия. В регионе был объявлен красный уровень опасности. За сутки в некоторых местах выпало более месячные нормы осадков. Вода затопила целые районы. Закрыты школы, парки, отменены спортивные мероприятия. Нарушено транспортное сообщение. В регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд, но обошлось без пострадавших. Власти призывают местных жителей избегать ненужных поездок. Экстремальные погодные явления наблюдаются все чаще из-за изменения климата, утверждают ученые. В частности, на количество проливных дождей влияет потепление Средиземного моря, которое усиливает испарение. Китайский космический корабль «Шинчжоу-19» состыковался с орбитальной станцией КНР. На борту экипаж из трех тайконавтов, в составе которого находится первая в Китае женщина-космический инженер. Космонавты пробудут на станции полгода, проведут исследования и эксперименты. Запланированы также выходы в открытый космос. Китай заявил, что эта миссия – важный шаг к высадке на Луну, запланированной на 2030 год. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал освоение космоса и превращение Китая в космическую державу вечной мечтой нации. Между тем, в Вашингтоне видят в быстром развитии космической программы Китая потенциальную угрозу. Это были все новости к этому часу. В итоге дня смотрите в вечернем выпуске программы «Вот так». Увидимся завтра. Берегите себя и своих родных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин